Суд считает установлен тот факт, что именно Вербицкий в указанной дате времени и месяце мыши напрочинил смерть Коптиловой на почве устойчивых личных неприятных отношений, возникших ранее в ходе ссоры с последней. Суд приходит к выду о доказанности вины Вербицкого в убийстве, то есть мыши напрочинили смерть Коптиловой, и кольфицирует его действие по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом суд исходит из того, что Вербицкий осознавал общественно опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде смерти Коптиловой и желал их наступления. Наличие у Вербицкого прямого умысла на причинение смерти Коптила свидетельствует его объективные действия, его поведение, характер примененного насилия в отношении потерпевшей. Основания расценивать действия подсудимого как совершенное состояние аффекта либо необходимого обороны у суда не имеется, так как действий, способных привести подсудимого в состояние аффекта либо необходимого обороны со стороны терпевшей совершенно не было. Кроме того, как следует из заключения комплексной стационарной судебно-психолога-психиатрической экспертизы 31 октября 2019 года, в момент непосредственно председательного совершения правонарушения в Ирбитске не находилось состояния аффекта или ином эмоциональном состоянии, которое могло существенно повлиять на его сознание и деятельность. В этих либо объективных данных, дающих суду основания сомневаться в обменяемости подсудимого, хоть судебного заседания судом, также не установлено, поэтому в отношении накремленного деяния суд признает его обменяемым. При назначении наказания подсудимого суд в полной мере учитывается отдельный характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства по делу, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказаний и обстоятельств, влияние на значаемое наказание на исправление осознанного условия жизни его семьи, а также на достижение таких целей наказаний, как восстановление социальной справедливости и предотвращение совершения новых преступлений. Обстоятельства, несмягчающие наказания в Вербинском суд признает явку, сповидная активность по собственной раскрытию расследования преступления, выразившись в подробных показаниях совершенного преступления, в ходе предварительного расследования по делу. Иные действия направлены на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, которым суд относится к принесению извинения потерпевшей из-за ли суда. Частичное добровольное возмещение морального вреда потерпевшей, причиненного в результате преступления, признание вины, раскаяния в садильном молодой возрасте, состоянии здоровья и наличия имеющихся у него заболеваний. На основании сложного руководства статьями 296, 299, 304, 307, 305, 305, Уголовный процессуальный кодекс суд приговорил Вербицкого Евгения Вячеславовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренном, частью 1, ст. 105 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание для лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.